МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствуют новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Самый большой детский сад в регионе откроется в микрорайоне Грандичи 6 ноября. На каком этапе строительство сейчас? На лося, кабана и оленя. Сезон охоты на копытных животных открылся 1 октября. Удобны в использовании и максимально точны. Электронное табло с расписанием транспорта продолжают устанавливать на остановках в Гродно. Клятва на верность Родине, университету и будущей профессии. В Купаловском вузе студенты-таможенники приняли присягу. Проверить свои знания и обрести новое знакомство. Интеллектуальный турнир, посвященный 80-летию образования области, прошел в Гродно. Чуть больше месяца осталось до открытия самого большого в Гродненской области детского сада. Свои двери для 335 воспитанников он распахнет 6 ноября в микрорайоне Грандичи. Проследить за тем, как идут работы на объекте, решил мэр города Андрей Хмель. Председатель Гродненского горосполкома, первый заместитель Дмитрий Савашевич и глава администрации Ленинского района Игорь Бобырь прошлись по большому трехэтажному зданию. Просторным светлым кабинетом заглянули в бассейн и пищеблок. В настоящее время ведется чистовые отделочные работы, укладка плитки по местам общего пользования, закуплено все оборудование, это мебель в групповые, в спальне кроватки, готов пищеблок к установке оборудования, так как оборудование тоже закуплено. Детский сад в молодом микрорайоне Гродно был очень востребован. Группы уже укомплектованы, всего их будет 18, 4 ясельные, 5 вторых младших, 3 средние и 3 старшие. Также по запросу родителей откроют 3 специальные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Помимо всех стандартных для дошкольного учреждения залов, в новом детском саду будет изо студия, сенсорная комната, бассейн, есть два лифта. Закуплены все необходимые игрушки, заказаны жалюзи на окна, завезены и ждут своей установки на детских участках, домики, скамейки и качели. Монтируются веранды. Сейчас дело остается за малым. Все собрать, закрепить, установить и помыть. Техперсонал укомплектован. Идет набор педагогов. У нас будут педагоги и разных квалификационных категорий, и высшие, и первые, и без категории. Также я с удовольствием принимала к себе на работу и молодых специалистов, так как новые веяния, новая жизнь всегда нужна в учреждениях образования. Поэтому у нас есть и опытные, и менее опытные. Но есть такое понятие, как наставничество. Поэтому, я думаю, мы справимся и молодых тоже научим. И всем детям будет комфортно здесь. Удобны в использовании и максимально точны. Электронное табло с расписанием транспорта. Продолжают устанавливать на остановках в Гродно. Такая практика появилась в городе несколько лет назад. Начинали с центра. Задумка получила положительный отклик от горожан. Решили продолжать и установить табло еще и в других районах Гродно. Сейчас над этим проектом работают сотрудники автобусного парка. Вся информация о местонахождении и движении транспорта отслеживается онлайн. Электронное табло работает по технологии, схожей с той, что используется в приложениях с картами на смартфонах. В основном современные расписания устанавливаются там, где есть возможность их подпитать электричеством. Например, возле Ларьков. В городе установлено 39 табло уже, которые работают. Табло показывает информацию, время прибытия до следующего пассажирского транспорта. То есть это тренейбус, маршрутное такси, автобус. Мы установили еще 8, которые подключаются, ну и ведется оформление соответствующей документации. В ближайшее время они тоже будут включены. В скором времени электронное табло заработают на остановках возле театра «Кукол», железнодорожного вокзала, зоопарка, предприятие «Гранитекс», торгового дома «Корона» на проспекте космонавтов. Клятва на верность родине, университету и будущей профессии произнесли студенты-таможенники Купаловского вуза. В этом году присягу приняли 30 второкурсников. В первый год учебы студенты знакомятся с профессией, сдают экзамены и проходят ознакомительную практику на таможне. За это время они уже вникают в тонкости профессии и относятся к ней не только с интересом, но и со всей ответственностью. Вы знаете, у нас вообще студенты специальности таможенное тело, они действительно особенные, потому что для них прежде всего характерна такая целеустремленность, и, конечно же, они прекрасно понимают, что они будут стоять на защите интересов нашего государства. И вот эта собранность, и то, что они будут ходить в форме, потому что они пошили форму специально для этого мероприятия, и затем во всех мероприятиях они принимают участие обязательно в форме. Разделили этот волнительный момент со студентами их родители. Они с гордостью и трепетом наблюдали за церемонией присяги. Словами клятвы будущее таможники доказали. В своем выборе они уверены, ведь профессия таможника – гарант безопасности нашей страны. Этот день очень знаменателен для нас, так как мы вступаем в ряды таможенных служащих, чтобы нести экономическую безопасность нашей страны, охранять безопасность нашей страны. Мы – лицо нашей страны на границе, и я думаю, каждый из нас питает гордость. Таможенное дело – это престижно, это красиво, это круто, ответственно, и всегда нужно. После присяги прошла традиционная диалоговая площадка. На ней студенты пообщались с заместителем председателя государственного таможенного контроля Беларуси Андреем Ковальчуком. Вопросов задавали много, и все они были интересными, подчеркнули спикеры. Многие из них касались будущего трудоустройства студентов-таможенников, а также обеспечения экономической безопасности нашей страны. Мы хороша молодежь, что самые неожиданные вопросы поступают, предложения, многие из которых в том или ином виде реализуются, потому что молодежь находится, ну, как говорим, в тренде, в самом, ну, в самом большом информационном потоке, и воспринимая новое на свежие, так сказать, свои молодые головы, вносят те предложения, которые действительно имеют право на жизнь. В ходе диалога студентам четко дали понять, их инициативу услышат и поддержат. Престиж профессии с года в год только растет, поэтому очень важно заявить о себе уже сейчас, во время студенчества. С 1 октября открылся сезон охоты на копытных. Продлится он до 31 декабря. В этот период разрешается добывать лося, кабана, косулю, оленя, лань, муфлона любого пола и возраста. Загонным способом только в светлое время суток. В любое время можно проводить охоту из засады, из подхода. Для добычи лося, оленя, лани и взрослого кабана необходимо использовать нарезное охотничье ружье с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, а для косули и молодняка кабана свыше 1500 джоулей. В обоих случаях можно также применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных пулей, для косули и молодняка кабана еще и картечью, а также охотничьи луки и арбалеты определенных параметров. Породы собак, которым разрешено участвовать в этих охотах, определяет пользователь охотоугодий. Инспекторами Гродненской области выявлено уже более 60 нарушений правил охотничьего хозяйства и охоты. У нарушителей изъято 29 единиц оружия, в том числе 12 единиц незарегистрированного. Также изъято 340 килограмм незаконно добытой дичемясной продукции. Возбуждено 9 уголовных дел. Незаконная охота предусматривает административную ответственность с конфискацией орудия охоты или без нее с лишением специального права, либо уголовную ответственность, а также возмещение вреда, причиненного окружающей среде. Загонную охоту запрещается проводить в сумерках, тумане, при сильном снегопаде и в условиях плохой видимости. Также нельзя выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада, меняться номерами и самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона. Запрещено стрелять вдоль стрелковой линии и за пределами своего сектора. Областная инспекция призывает соблюдать культуру и этику охоты, а также не допускать нарушения ее правил. Также стоит напомнить любителям рыбной ловли, что с 1 октября и по 15 апреля запрещается лов всех видов рыб на зимовальных ямах. Все дело в том, что из-за погодных условий некоторые виды рыб с началом осени отправляются на зимовку, а потому ловить их в этот период запрещается. Полный перечень всех мест, где действует запрет, можно увидеть на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Проверить свои знания и обрести новое знакомство. Интеллектуальный турнир, посвященный 80-летию образования области, прошел в Гродно. Участие в нем приняло более 30 команд со всего региона. Среди участников школьники, студенты и работающая молодежь. Такие игры очень популярны среди молодежи, и мы периодически их проводим. За много времени нужно было подать заявку, поэтому заявок было достаточно много. Мы уже отобрали наши команды для участия. Участники соревновались в пяти раундах. Им предстояло решать задачи на точность и скорость, а также отвечать на вопросы о культуре, истории и традициях при Неманского крае. Наша команда всегда принимает участие в интеллектуальных играх. Неважно, организуются они Белорусско-Республиканским союзом молодежи, либо городскими властями. Данное мероприятие сплочает коллектив, организует новое знакомство. Это всегда хорошее настроение, прекрасное времяпровождение. В завершении турнира определили победителей. Ими стали команды предприятий Гродноэнерго, фармации и Гродненской региональной таможни. Организаторы вручили призы победителям, а также благодарности для самых креативных команд. 16 лет в эфире. Всегда оперативные и актуальные новости. Качественные тексты и разнообразный контент. Телеканал Гродно Плюс празднует годовщину вещания. 2 октября 2008 года первые лица города перерезали красную ленточку у здания телеканала. Вечером того же дня ведущие официально вышли в полноценный эфир с самыми актуальными гродненскими новостями. И с тех пор вещание не прекращалось, а сам канал лишь набирал обороты. Сегодня это очень интересное телевидение, которое я с удовольствием смотрю. Радуюсь новостям, которые именно в таком формате, как мы задумали, они существуют до сих пор, они актуальны. Радуюсь тому, что из первого нашего состава Наташа Дюржть по-прежнему ведет эти новости. И радуюсь тому, что оперативность, она всегда остается главным в подаче новостей. Вот уже на протяжении 16 лет корреспонденты, операторы и режиссеры показывают и рассказывают о событиях в городе, стараясь совершенствовать эфир. Впереди новые цели и проекты. За 16 лет из четырехчасового вещания по рабочим дням мы переросли в большой телеканал, который вещает сейчас на всю Гродненскую область. У нас есть редакция журнала, у нас есть редакция радио, на которой, кстати, новости генерируются с помощью искусственного интеллекта. Недавно у нас был создан интернет-отдел во всех социальных сетях, Instagram, аккаунт, Telegram, TikTok, наш веб-сайт. Мы стараемся выкладывать всю информацию более оперативно, кратко, лаконично, все, как любят горожане сейчас. К тому же мы ведем прямые трансляции со всех больших мероприятий в городе Гродно. И мы единственные, кто это делаем. С любыми вопросами в свободном формате пожилых людей консультировали бесплатно в одном из гродненских торговых центров. К специалистам из разных сфер можно было обратиться с любыми вопросами. В рамках четвертой областной декады «Золотой возраст» Октябрьский район города Гродно организовал бесплатные консультации для жителей областного центра. Главная задача проекта, рассказывают специалисты, выявить наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, и помочь их решить. Здесь собрались различные службы города Гродно, организовали консультационные площадки для того, чтобы оказать консультации пожилым гражданам, также их родственникам, членам семей по актуальным и насущным вопросам, которые их волнуют. Это вопросы здоровья, вопросы безопасности, вопросы оказания социальных услуг, юридические вопросы, ну и другие. Консультировали всего семь специалистов разных профилей. Наиболее частые вопросы касались сферы социальных услуг, банковского дела и нотариусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Остановочный пункт РСУ-2, переулок Победы, улица Краснознаменная, переулок Калинина-3, переулок Дальний-4, улица Пучкова, переулок Дальний-1, переулок Победы, улица Победы, улица Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении остановочный пункт Гранди-4, улица Горновых без изменений и далее улица Победы, переулок Победы, остановочный пункт РСУ-2. И это вся информация к этому часу. Очередной новостной выпуск на Гродно Плюс уже менее чем через час. А еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте. Гродно Плюс ТВ. Бай. Хорошего вечера.